Обычно сенсей делает 12-13, зависит от вашей силы. После этого сезон применяет упражнения полиметрические, так называемые работающие с уступающим режимом. Таз спускает назад, колени старайтесь вверх. Подавайте, ряды не отрываются. Таким образом, ноги поднимаются. Отводим метр назад, колени вниз. Делайте присесть 10 раз. Делайте присесть 10 раз. Делайте присесть 10 раз. Делайте 5 раз. Немножко тяжелее зависит от вашей готовки. но этот раз один раз каждый раз все еще все агентство угодно и разом уэр уэр «он» и разом «тю» «карнёв» вот опять тига «сват» и desemке «пишаться» «сват» «некст» С другой стороны, вот здесь, используйте руки, маленькие, используйте руки, 5 раз. 4-7, 4-7, 4-4, then jump with turn, jump, turn, jump, turn, so here, jump, turn, jump, 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 turn, so turn is, jump, 2-7, not this way, not, straight, straight, and turn, okay, everybody, then, for speed, here, let's go, maybe about 20 times, no weight, hands here, but fast, fast, we still have two back, down, 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 down. Everybody come, this way, usually, not this height, but a little bit, drop, push your hip back, drop to your toes, then, back, back. This, for your hamstring muscles, so very slowly, take time, slowly, extend as far as you can, back, back. Okay, so everybody, let's go, go back over there. One leg, one leg, one leg, then, back, two, maybe, ten times, down, down, then, again, forward, and over again, same idea. Last exercise, I will do this for you. Есть версия, что нельзя это сделать в одной тренировке. Нельзя смешивать километр с такими фактическими тяжелыми тренировками. Если ты работаешь на объем и силы, то нельзя. Если ты работаешь на скорость, то не хватит. Например, сам это внутрикое, то есть баланс, скорость и силы. Это нужно для развития силы. Взрывной силы. Нужна развитие не только силы, но и мощности, и взрывы. Поэтому требуется... Слышите, пожалуйста. Он бьет это в пустотехнической части или он дает это в отдельную часть? И это один из ниг... Ой, а может, это один из ниг... Да, это один из ниг... Separate. И займесь в спину. Может, ноги? Один раз в неделю. У него ноги один день в неделю, а что касается рук и тувощи, один или два раза. Может быть, в целом, только 3 раза в неделю до него нормально заниматься с лестницей. Также, спид-тренинг, сегодня мы делали спид-тренинг, спринтинг, может быть, 3-4 раза в неделю. Все, что касается подготовки скоростной, то от тренировок 4 раза в неделю. Отдельно от техники. Что он делает на скоростной тренировке? Вот это. Все то же самое, что мы сегодня делали. Я могу показать. Они хотят показать больше? Если вам нужно больше, он покажет завтра. В любом случае, он будет показывать. Саша, аэронное управление управляет? Марафонный сбег? Нет. Очень-оченько. Многие люди думают, что ходить так много километров, нет дистанции, нет дистанции. Все дистанции дистанции. На короткие дистанции? Нет. Никто. 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 Кто-то говорил, что катака бегает по 10 километров каждый день, так он наречивает. Вся его тренировка заключается в развитии скоростных и силовых качеств. А что касается выносливости, это входит в программу для того, чтобы не было монотонии, так называемой, но не так часто. То есть цикл, там, практически у него исключена, это его выносливость. Сейчас мы поговорим о планировании тренировок, вот если у вас, во-первых, у нас начало начнется этого, и если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. Но я имею в виду, планирую те, кто действительно строит эти все графики, макро, микро, мизоциклы сейчас. Например, every Monday, Wednesday, Friday, Monday, Wednesday, Friday is maybe morning time, all of my speed training, all the running, jumping, no weight training, no weight training. Then, night time, or afternoon to evening, karate training. А вечером он выполняет обычную тренировку, karate. Then, maybe Tuesday, Thursday, Saturday, Вторник, четверг, суббота, is my little bit weight training. Это тренировка на силу, свисаем. Then, at night, afternoon, karate training. Опять karate. Yes. So, karate training almost every day, six, seven days a week. You know, okay to rest one day, two. Some of it's very important to rest, body. Для восстановления ему требуется один день, именно ему, тренированного человека. But speed training, weight training, usually every other day. И необходимо постоянно переключать силу и скорость чередовать. Чтобы у вас было, не два дня подряд было, были упражнения на силу. Тогда, maybe, you can start to do... Weight training is good, maybe, from, maybe, about, how do you say... Three to four months before competition, yeah. Maybe one or two months of weight training. But, when it comes down to the last two months, or last month and a half, no weight training, very, very little weight training, and more speed, speed training, speed economy. So, speed training, maybe four days a week, now. No weights training. Когда вы планируете цикл соревновательный, если у вас соревнования будут через 4 месяца, будем говоря, вы вот эти вот на первом и втором месяцах можете позволить себе заниматься развитием силы. Потом идёт эти праздники на спад и увеличивается число тренировок на быстроту. И к концу этого цикла число таких тренировок на быстроту возрастает до четырёх, а на силу всё сокращается. They have to, like, especially for kumite, kumite, men's black belt division three minutes, you know, junior maybe two minutes. So, a lot of my training, my agility training, my speed training always I do for that amount of time. So, if my match is three minutes, my cycle or my conditioning I try to do for three minutes or four minutes for me. Вот у него поединок длится три минуты, украина WKF. Соответственно, он выбирает упражнений такие в подготовке, которые длятся 3-4 минуты. So, WKF, six rounds. В WKF обычно, чтобы стать чемпионом, требуется четыре кубы пройти. So, I do maybe минимум six, seven, eight rounds. Он делает шесть, семь подходов по круговой. То есть, он часто говорил не до этого, круговая тренировка, а одного, когда он переходит сразу к следующему. И так он полностью их проходит, небольшой перерыв, потом опять их. И так под шести, семи, восьми повторений. This morning we did a partner. Сегодня мы с партнером занимались игровым касанием. Jump. I do that for three or four minutes. Он это делает в 3-4 минуты. But different type of... I do sometimes jump and sometimes go... down. So, up, down, left, right. Many, many exercises I do. Yes. But always it's for time duration. 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 И все время это секундомерное. То есть, очень важно. То, какое время вы выполняете все эти упражнения. So, if they can do speed training, conditioning training for three minutes or four minutes, then when they're sparring, very, very easy. Because kumite, yame, point, hajime. But this three minutes, continuous, continuous, no yame. But kumite has yame. So, if you can build stamina up to three or four minutes, very, very simple to do kumite. Если вы можете выполнять упражнение какое-то скорость навсего на протяжении трех-четырех минут, нам будет очень просто вести поединок. Потому что эти три минуты, они прерываются постоянно командовая репер, и у вас будет время еще больше восстановиться. Задавайте вопрос, и он будет нам не отвечать. Все, что касается половины и тренировки. Саша, когда первый раз в цикле используется плеометрика прыжковая, и возникают мышечные боли, как правило. Он ждет мышечные боли после плеометрики? Он ждет, пока они полностью пройдут или плеометрику опять дает? С какой величиной? Такой же, как первая тренировка? Какая-то? Нет. Если есть много боли, вы должны всегда использовать плеометрик, использую плеометрик, использую клеометрику, Работать не так тяжелым. Но всегда болезнь, даже если болезнь, вы просто будете делать это более тяжелее. Поэтому, вы должны сказать, что тело расстаться, чтобы выжить болезнь, чтобы обучить вашу стопу. Мы решили заботиться о своем здоровье. Применяем часто крипто. Вадотерапию, одним словом. Охлаждают и дом мышцы после нагрузки сустава. Но если вы знаете, что у вас слабые суставы и связки, вам необходимо больше выполнять именно беговые упражнения, а не прыжковые. Потому что прыжок, прыжок, прыжок и больше намного на мозг, суставы и связки. Сколько времени есть? Сколько времени не забывают? Не забыли. В начале может быть 45 минут. но ты должен был стаминам, чтобы встать 1 час, 1-15 часа 1 час, 1 час, 1 час, 1 час, 1 час 1 час, 1 час, 1 час, 1 час, 1 час 1 час, 1 час, 1 час 1 час, 1 час все зависит от вашего подготовки естественно, все постепенно, нефагируем и начинать если вы никогда этим не занимаетесь то по 45 минут, тихонько увеличить на мозг все зависит не только от положительности но и от нам, неудачности а тренировку на растягивание мышц и ухожилия в начале тренировки делали или у меня тоже отдельные тренировки? после тренировки об этом уже говорили динамическая растяжка статическая растяжка сколько он отводит время до готовки к крупным соревнованиям к чемпионату мира, предположим? вот он лично за один год за один год за один год на 2 час, я начал работать а также в месяц я начал работать за один год в конце в месяц в месяц я занимаюсь и то я вижу как я делал в месяц в месяц и в месяц И еще один турнир в дюйм. И в дюйм, и в октябре, и в октябре, и в октябре. В каждом турнире я решила, что я могу сделать, чтобы сделать мою программу лучше и лучше. Может быть 3-4 турнира, может быть 5. Планируется специально перед основным, задолго, то есть есть у вас год мировочный, планируется 3-4 соревнования, одно главное выбирается, основное, и несколько контрольных. И на этих контрольных соревнованиях он смотрит недостатки подготовки, уже изменяет какие-то, вносит корректировки в план, но в основном. Именно готовится непосредственно к чемпионату мира он начинает за год, но за 3-4 месяца он увеличивает нагрузочность. То есть перед соревнованиями, да? Перед соревнованиями, да, нагрузочность. Перед соревнованиями, да! Какое событие было до конца? Какое событие было до конца? Какое событие было до конца? Хотя... Тренировка очень сложная, но важно знать о своем теле. В чем-то в этом ряде, ваш тело пикает. Немножко расслабиться. Конечно, на неделю, не надо тренировать так, так сильно. Все все-таки разнообразно. Но иногда, если ты прыгаешь слишком быстро, и тело падает, то ты не хочешь прыгать прямо до того, как перед чемпионатом, или в турнире. Ты кондиционируешь. Иногда люди работают слишком сильно, и после того, как кондиционирование падает, и в турнире падают, потому что кондиционирование слишком много работает. Он говорит о том, что нельзя перетренироваться, иначе вы попадаете к соревнованиям не на пике формы, и поэтому нужно строго контролировать нагрузочность. И такого, чтобы отдыхать долго перед соревнованием, у него такого нет. Но при этом не стоит. Он говорит, что нежными микроциклами Нужно делать регулировочный день. День отдыха, где вы либо занимаетесь гиппостью, либо просто отдыхаете, для того, чтобы с большей интенсивностью подходить к упражнениям после этого отдыха. Некоторые дни я беру даже 2 дни отдыха. Если я тренирую так много, и тело так тяжело, я беру иногда 1-2 дни отдыха. Все должны слушать тело. Всего тело другого. Я не могу сказать всем, что нужно делать так. Так что если вы слушаете тело, то вы вылезете и вылезете быстрее. Нужно прислушиваться не только к расписанию, но и к своему собственному телу. Если требуется на отдых 2 дня, делайте 2 дня, отдыхайте 2 дня. Как вы играли в последнюю неделю? Как вы играли в последнюю неделю? Особенно карате тренировка. Много времени. Но немного скорости тренировка. Особенно карате тренировка. Особенно карате тренировка. Как вы работаете? Да, каждый день работаете. Как вы начнете на сайте? Если вы начнете на сайте. Компетитация на сайте. Всего дня, тренировка. Много дня, отдыхайте. Однажды? Однажды. Но это не очень тяжело. Это очень умный тренировка. Тренировка. Не 1 часа. Не 2-3-4 часа. Может 1 часа. Но очень хорошо. Очень хорошо. Потом расслабиться. Потом следующий день. Так что тайминг более важен. Не 3 часа. Компетитация должна быть очень хорошей. Так что нет. Не 3 часа. Немного времени. Тренировка. Последнюю неделю говорит о том, что тренировки продолжительностью должны быть около часа. В основном акцент на реакцию и на работу в парах. При этом скоростную подготовку полностью исключать. В последней неделе никаких скоростных упражнений. То только на реакцию упражнений и на работу в парах. Только карате. Карате. Тренировка. А абсолютно мощной залы. Эн… В парах нет ни об этом! Обoming карате. Не прыгать. Не прыгать. Нет! Понимаете, но Если вы использовать карате. Энер , что… données 100%增 PRIN. Спейд – хран beenreading. Да. П apprentice. В bipartite. Мику выстрелите было много месяцев. Но не много каб approval. Н 1941. Презопас plant между крест 사진ами. Ну это то, что отдельно упражнений на быстроту быть не должно, но при этом введение в повединок должно быть на пределе быстроты. А как часто он ката прикреплыл? Ката, как часто он прикреплыл? У тебя практически скреплыл. Всегда. Всегда. Я всегда делал национальный чемпион. Только в последние 5 лет я только концентрировал на кумите. Но в моем доджо мы делали кобудо, ката, кумите. Мы должны делать все три. Он говорит, что последние 5 лет он в основном концентрируется на соревновательной подготовке, на кумите. Но что касается тренировок в доджо, он занимается и ката, и кобудо, и кумите. Каждый, начиная с молодца, должен заниматься всем. Каждый, начиная с молодца, должен заниматься всем. В последние 5 лет он в основном концентрируется на соревновательной подготовке. Потому что у нас необходимость. У вас все и ката, и кумите. Но когда вы становитесь членом национальной команды, надо фокусироваться на чем-то подъем. Саша, были ли у меня случаи, когда он готовился к соревнованиям по кумите, но при этом у него соперники в зале были ниже уровня? Или всегда он искал спамя партнеров? Да. В общем, вы получили у меня тоже маршруси, которые у нас были в лабиратах? Да. Я не могу идти в другую страну, чтобы тренировать себя слишком дорого. В моем дошу я тренирую только с моими участниками, но когда я тренирую себя, я попробую очень сильно. Даже если мой противник не 100% на уровне, я все равно попробую. Он тренируется вместе со своими одноклубниками все время и выкладывается на 100%, вне зависимости от того, как выкладываются его партнеры, а на то, чтобы есть в других штатах тренироваться, у него просто нет смысла. Я думаю, что лучшая ситуация будет всегда быть много хороших людей, которые тренируются спаррингом, но большинство людей не могут быть очень сильными. Но всегда, обычно, один человек хорошо, и другие люди не могут быть так сильными. Но надо просто срочно работать. Без лучшей ситуации будет, чтобы у вас было много черных лиц, и топлив-файтеров. Это лучшая способность, но большинство людей не могут быть в этой ситуации. В общем, это было бы хорошо, чтобы вас окружали одни черные песца, у всех было бы классический уровень, но в большинстве случаев это нереально. Обычно есть какой-то один сильный партнер, ну и остальные чуть-чуть понеже, и понедельник сходящий. Есть еще мысль чуть-чуть. В принципе, сегодня на последний день мы общаемся. Мы сейчас продолжим. Продолжение следует... Продолжение следует...